В учреждениях среднего профессионального образования завершен первый поток вступительных испытаний. В рамках регионального заказа по подготовке будущих специалистов для предприятий Ненецкого округа в этом году средние профессиональные образовательные организации примут на бюджетные места 200 выпускников школ. На каждое профильное направление будет зачислено по 25 человек. По итогам первого потока Ненецкий аграрно-экономический техникум полностью набрал абитуриентов на бюджетные места научную форму обучения. 50 новоиспечённых студентов будут получать образование по специальностям технология продукции общественного питания и экономика и бухгалтерский учёт. Кроме того, с нового учебного года техникум откроет группы на платной основе по направлениям защита в чрезвычайных ситуациях, право и организации социального обеспечения и экономика и бухгалтерский учёт. По словам Галины Медведевой, количество бюджетных мест в этом году немного сократили. Это востребованность специалистов здесь, в округе, прежде всего, и от той базы, которая сегодня есть. Но надо сказать, что у нас все среднепрофессиональные образования имеют достаточно большой спектр специальностей и направлений подготовки, по которым они готовят. Так, для обеспечения округа педагогическими кадрами и финансистами, социально-гуманитарный колледж имени Ваучейского в новом учебном году примет на обучение 75 выпускников школ. Бюджетные места ещё остались в группах, где будут готовить учителей физкультуры, дизайнеров по отраслям и финансистов. Ненецкое профессиональное училище также готово предоставить 75 бюджетных мест в научной форме обучения. Выпускники школ будут осваивать профессии автомеханика, мастера по техническому обслуживанию и ремонту машино-тракторного парка, повара-кондитера. Кроме того, в каждом образовательном учреждении есть возможность получать дополнительные профессии. Части студенты получают внутри своей специальности обязательно по федеральным стандартам, а часть они могут, как мы говорим, купить услугу. То есть, если я хочу, я могу ещё дополнительно пройти платные курсы и так далее. Для студентов они достаточно недорогие. И студенты выходят, имея диплом и плюс ещё вот эти сертификаты по рабочей профессии. Ну, не устроился ты сегодня, например, экологом, но ты можешь поработать лаборантом, предположим, химического анализа. Второй поток вступительных испытаний в образовательных учреждениях начинается после 25 августа. Поэтому у ребят, которые не поступили в ВУЗы, есть возможность получать образование в регионе. Все студенты очных отделений средних профессиональных учреждений обеспечиваются бесплатным горячим питанием за счёт средств окружного бюджета, сельские жители, общежитиям. Студенты, успешно проходящие обучение, традиционно получают окружные стипендии. Валентина Чибичек, Антон Водоряков, Телеканал Север.